Ну что, еще не подписались? Вот, кстати, очень интересная тема, как владельцы каналов ютубовских выбирают стратегию призывать своих подписчиков к тому, чтобы они подписались на их канал. Андрей Вадимович Макаревич, который недавно запустил свой смак в интернете, он, например, поначалу действовал с позиции обид и говорил, что «Да не нужны мне ваши подписки! Да не надо! Да у нас тут умные, интеллигентные люди! Зачем мне все это нужно?» Кто-то призывает напрямую. Ну, я выберу второй вариант, я буду призывать вас напрямую. У меня сейчас на канале 12 подписчиков, но это исключительные люди. Это лучшие из лучших. Я хочу, чтобы вы тоже присоединились к нашему каналу. Так вот, друзья, сегодня интересная тема. Тема-то будет про еще одну мою мечту, задумку. И называться она будет «Стендап». Ну, по идее вообще, я бы должна была стоять весь выпуск, но у меня только что заснул ребенок, поэтому я здесь тихонечко сижу, стараюсь меньше двигаться и быть абсолютно максимально продуктивной. «Стендап». Так вот, если говорить о стендапе, вы знаете, это вообще, это просто кладезь всевозможных различных тем, именно с точки зрения психологии. Дело в том, что в психологии существует такое прекрасное понятие, как контрфобия или контрфобийное поведение. Когда у человека есть какой-то страх, для того, чтобы его преодолеть, он, что называется по-русски, лезет на рожон. То есть он делает то, чего он больше всего боится. Ну, вот, например, если у меня есть некий пунктик, как у многих женщин, по поводу своей внешности. Например, как я буду выглядеть, а как я буду выглядеть в кадре. Вот сегодня пример контрфобийного поведения – это полное отсутствие мейкапа. Ну, вот, что есть, то есть. Или же, например, еще со школы у многих из нас сохранился такой страх, а именно выглядеть или быть дураком. Поэтому самое прекрасное, что может сделать человек, это заранее объявить себя дураком. И тогда, во-первых, слетает вот это вот бесконечное ощущение своей какой-то идеальности, стремление быть во всем безукоризненным. Вы знаете, это так отравляет жизнь, это так тяжело. Ты сам себе задираешь эту планку, и тебе нужно без конца ей соответствовать. Вот. Поэтому я сразу говорю, я дурак, точнее, дура. Ну, я-то дура абсолютно, это точно. И я абсолютно ничего не знаю про психологию. Вы знаете, я знаю кое-что. Я знаю кое-что об этом, кое-что об этом. И, как Шерлок Холмс говорил, да, не замусорил я свой чердак абсолютно от и до всем подряд. Я беру только то, что для меня актуально, и что для меня важно. Но я не об этом. Увидели обложку этого выпуска, да, скажете, ну вот, обманула, повесила там женщину за мануху, а сама сидит и разглагольствует. Я вот о чем. Ну, вы догадались уже, наверное, да, что я девушка относительно молодая. А поэтому я еще помню времена, когда у нас в стране в 90-е, мне было лет 10, была очень модная, появилась в эфире на телевидении такая будка гласности. Отличная была задумка. Ну, где-то там в Москве, в центре города поставили будку с микрофоном, и народ все туда перлись для того, чтобы в этот микрофон выговорить все, что у них наболело, накипело, все, что их не устраивало. Но это был прекрасный ход с точки зрения для того, чтобы как бы весь пар у людей выходил в свисток, да, чтобы они туда бубнили, и чтобы никто не стремился к тому, чтобы создавать всякие там революционные, кровопролитные какие-то движения. Ну, там этого, конечно, не удалось избежать, но тем не менее как-то градус негатива удалось понизить. Вот из этой же точно оперы я считаю, что сейчас такое повальное, мощнейшее увлечение всякого рода стендапом и сторителлингом. Я это обожаю. Как человек, любящий поговорить, я считаю, что это, во-первых, ну, в чистом виде психотерапия. Комики, по сути, сейчас взяли на себя роль вот этих вот психологов, ну, как бы, психология такая вещь, как сказать, ну, в нашей стране. У него маленькая очень история, она сомнительная, доверие там небольшое. А вот человек, который выходит на сцену и говорит, что, ребята, да мне ничего от вас не надо, вот просто поржать, вот тупо поржать. Ну, вот такая вот история. Поэтому всякого рода открытые микрофоны, и я считаю, что это вообще чудесная, целебнейшая вещь. Я знаю, что у нас в Угличе есть школа ведущих, ну, по крайней мере, раньше была. Вот. Я считаю, что это охренительная вообще задумка. И единственное, что как бы меня лично смущает, ну, это мое мнение, да, в этой истории, это слово школа, опять же. То есть, имеется в виду, подразумевается, что как бы есть некий эталон. А если мы сейчас посмотрим на современный мир стендапа, то мы с вами обратим внимание, что, в принципе, там кто во что гораст. Ну, там несколько имен можно назвать на скидку, которые вот сейчас на слуху, да, мне не знаю, тот же Александр Белгополов. И вообще вся эта история с Пора Разбираться, офигенная история. И стендап-клуб номер один, который в Москве там Нурлан Сабуров, кто еще, Сергей Орлов, который вообще прекрасный, великолепный рассказчик. По сути, что человек делает? Он выходит и рассказывает историю. Вы замечали, да, что у вас наверняка есть в вашем окружении, среди ваших друзей, какой-нибудь чувак, который, если он приходит на какую-то вечеринку, или если он присутствует за столом, то бляха, ну не оторвешься, да. Вот он рассказывает, все уши развесили, сидят, его слушают, и слушают, и слушают. Ничего такого особенно не рассказывает. Рассказывает там, не знаю, как в шиномонтажку ездил. Ну вот все держатся за животы. И после этого как бы и наступает такой некий терапевтический эффект. Вот, поэтому я считаю, что... Да это не обязательно даже как бы эту историю кому-то возглавлять или что-то такое делать стационарное. Я считаю, что в принципе можно прямо на Ютюбе, я считаю, что у нас в Угличе дофига вообще классных рассказчиков, прямо на Ютюбе выкладывать свои истории. Это обязательно кому-нибудь зайдет. Ну самое главное для человека, у которого есть потребность выговариваться на какие-то темы. Это уже история выигрышная. Вот, что я хотела сказать. Да, вот что касается еще контрафобии. Поделюсь с вами своими такими опять переживаниями. Дело в том, что первый раз вслух абсолютно четко, внятно проартикулировали в мой адрес то, что я фрик в 19 лет. Мне было 19 лет, история была такая. У нас в городе еще был, значит, старый город вот старого образца. Это кафе с летней верандой. И там какая-то собралась случайная, но афинительная какая-то компания. И, значит, там был какой-то друг друзей, который, значит, когда-то жил в Угличе. Потом он уехал в Германию, потому что его родители туда эмигрировали. И потом он вернулся, ну, как бы наведать свою деревушку, да, посмотреть, как тут не померли все. И вот мы оказались в такой компании. И как это бывает, летний вечер, значит, немножко какого-то там алкоголя. И, значит, меня понесло. И уже, значит, все дело дошло до того, что я начала читать какие-то самотканные стихи. Чего-то там я сочиняла, ну, как многие подростки делают. И очень советую вам, пожалуйста, сочиняйте стихи прям побольше, поактивнее. Хотите выкладывайте, хотите не выкладывайте, но обязательно пишите. Потому что обязательно из этого что-то получится. Я абсолютно уверена. И вот, значит, когда я какой-то там очередной стишок дочитала, он посмотрел на меня. Вот впервые я этого слова тогда еще не слышала ни от кого. Он сказал, что ну ты, Анна, просто какой-то фрик. Ну, сказал он это очень добродушно. И в моем сознании это слово навсегда имеет положительную окраску. Или еще, как говорят, замечательно позитивную коннотацию. Тоже очень красивая фраза, мне нравится. Ну и вот. И вот вот эта фриковатость, вы понимаете, как бы я постоянно это где-то так или иначе о себе слышала. Что как бы, ну вот я уже не скрывала, да, ну как бы я много рассказывала, что мне 39 лет, и я работала в школе, и там, и сям, и тут. Ну, и периодически, когда я делала что-то как бы по воле своего какого-то такого душевного порыва, кто-то из старших товарищей подходил и просто вот мне так очень по-свойски, очень по-доброму говорил, что типа, ай, ну ты что, ну ты с ума сошла? Ну чего ты выеживаешься? Ну ты посмотри, ну вот, ну сидят же тетки, никто не жалуется. Ну сиди, ну сиди тихонько, все же нормально будет. И вот эта привычка сидеть тихонько, быть нормальным, и в результате получается, что время идет, и ты в этой во всей истории вообще перестаешь понимать, где ты, где твои желания. Ну, короче, не буду я философствовать, это скучно. Я этот выпуск назвала открытый микрофон, потому что я считаю, что в любом вообще населенном пункте, город, деревня, неважно, должна быть такая возможность выходить к людям и выговариваться. Обязательно кто-то скажет, что ты ебутый. Обязательно скажет, что вы все ебутый. То есть, ну, если мы заранее как бы соглашаемся на то, что мы не кружок Эйнштейна, да, у нас совсем другая задача. А у нас в случае нет никакой задачи. У нас есть задача хорошо проводить время с удовольствием. Я считаю, что это гораздо более эффективная вообще история, чем, допустим, какие-то душеспасительные беседы в различных казенных кабинетах так называемых специалистов. Среди специалистов, кстати, тоже очень много людей с прекрасным чувством юмора и которые рассказывают офигительные истории. Друзья, короче, значит, можно создать эту тему в интернете и просто выкладывать свои истории. Если хотите, можете мне эти истории присылать. Если вы крутой рассказчик, да, и все от вас писаются просто кипятком. Или можно замутить какую-то историю с живыми зрителями. Ну, по крайней мере, можно попробовать. Не знаю, как вы к этому отнесетесь. Комментируйте, пожалуйста. Пишите все, что вы думаете. И подписывайтесь на канал. Да, вы подписывайтесь, не бойтесь. Вы можете подписаться, как обычно. Да многие из нас так делают. Можно подписаться, потом через недельку, через две, через месяц, через два года пролистать свои подписки. Подумают, что это тут, хуйня тут такая, нахер ее отсюда. Вот, прям совершенно спокойно можете делать. Но сейчас подпишитесь, поставьте колокольчик. И, пожалуйста, напишите, что вы думаете о всякого рода таких движениях снизу, что называется. Вот так вот, из ниоткуда. Вот никто я, и звать меня никак. А захотел и сделал. Насколько, на ваш взгляд, это жизнеспособная история? Друзья, я вас обнимаю. И очень надеюсь, что вам интересно было. Приходите еще на выканал.